Привет, друзья! Подписчики мои, что я вам сегодня покажу? А сегодня я покажу два волчка, вот таких. Какой из них Токаратоми, какой из них Флейн? Вот кто знает, в комментариях напишите, несмотря продолжение ролика. На самом деле, визуально, они вот спереди, да, вот так вот издалека еще особенно, вообще не отличишь. Даже вот тактильно, вот как будто бы какой-то из них симпатичный. А что если я вам скажу, что они оба от Токаратоми? Или оба от Флейн? Да нет, на самом деле, конечно, нет. Один из них Токар, один из них Флейн. Но вот какой? Вот реально, какой вам нравится больше? Мне нравятся они оба, прям, вот даже вот так, знаешь, мы можем сделать, вот так даже. Вообще, посмотри, идентичные, идентичные волчки. Но как же тогда узнать, какой из них какой? Обо всем по порядку. Обо всем по порядку, но перед роликом расскажу кое-что. Друг взглянем сначала на коробку. Коробка у нас от Флейма вот выглядит вот так. От Токара вот так. Абсолютно идентичные, абсолютно одни и те же логотипы, кроме Токара, а здесь Флейн. И здесь не написано Bayblade X, потому что Токара за это ругают. А Baydex нормально. Коробка от вот подделки больше, раза в два, наверное. Сзади они тоже немножко отличаются. У нас на оригинале нарисован персонаж, а здесь подписано Blade, Ratchet и Beat. В оригинале такого нет. И вот во Флейме видишь кучу подделок нарисованных, куча вот... Collect them all, собери их всех, а здесь такого нет. И здесь пускалка нарисована в комплекте. Здесь тоже, но здесь еще с этой вот фигней. Такой фигни в комплекте у нас не было, к сожалению. По пускателям. Тоже вот на первый взгляд весьма идентичны. Как будто вот... Вот какой из них оригинальный. Но оригинальный тот, который написан на Bayblade X. Более того, снизу здесь нарисовано вот Tommy Made in Vietnam. Здесь ничего не написано. Вот этот оригинальный. Ну и волчки. Естественно, конечно же, ребятки. Вот это оригинал, вот это подделка. Но визуально, посмотри, вот как же их отличить тогда, если все, все выполнено на одном уровне. Но здесь есть маленький нюанс. Кстати, вот с драйвером, на самом деле, я не знаю, главное не перепутать, на самом деле. По сути, драйвер вообще идентичный. Вообще никакого ни логотипа нету, ничего. Абсолютно все один в один. Разве что я нашел. В драйвере Takara вон там клепка. А здесь у нас крест. Ну, винтик. Вот в чем разница. Но вот так визуально одинаково. Вот эта штука тоже как будто бы одинакова. На Takara написано слово Tommy. Вьетнам. Вправо-влево. Здесь вообще ничего написано. Но это не так, как будто и важно. Ну, а сама верхушка, понятно. Здесь клепки. Здесь у нас крестообразные такие штучки-дрючки. Вот. Ну, и с другими волчками абсолютно идентичная история, что... Вы поняли. Теперь вы знаете, как отличить подделку от оригинала. Но, честно, вот по ощущениям, по визуальным, по характеристикам, по баттлам, принципиально разница нет. Если хотите начать с чего-то, купите смело Flame. Если Flame уже наигрались, есть деньги, покупайте Takara Tommy, в принципе. Как будто бы да. Вот. Очень круто сделано. Flame в этот раз, конечно... Почему так нельзя было в 2018 делать, а? Почему? Делали фигню какую-то сейчас, Flame реально делают хорошо. Я даже не знаю, друзья мои, что вам брать-то лучше. Наверное, как и с Lego, как и с... Не знаю, всем остальным. Каждый выбирает для себя. Кому-то нравится оригинал, у кого-то... Понятно, еще раз. Если есть деньги, конечно, оригинал. Денег нет, берите Flame, не пожалеете. Нужна коллекция, берите и оригинал. Коллекция не нужна, хочется побаттлить, берите Flame. Хочется и то, и то, берите и то, и то. Это как бы дальше есть, всегда есть выбор. Все, такое было видео, подписка, ставьте лайки, всем, дочки, всем. Пока-пока.